Итак, я вас приветствую. Это видео не совсем про двигатели, хотя оно на основном канале. Оно про полезные ништяки. В общем, если ты подписывался и ждал видео про двигатели, про двигатели будет, но чуть позже. Но если тебе такое неинтересно, можешь не смотреть. Также, если ты случайно попал на это видео, и ты думал, что здесь будут гламурные телочки, и всякие чувачки во фраках, а не лохматые чуваки в засаленных футболках в гараже, тоже вырубай это видео, не смотри, и психику свою не портит. Ну а если ты зашел на этот видос именно для того, чтобы почерпнуть и услышать информацию о жесткой сцепке, то, welcome, мы с Эдиком и Шарлоттой поведаем тебе свою версию происходящего. Чуть не сказал, добро пожаловать в хибару старого бомжа, что это я. Если забить в интернет, там конкретно на YouTube, что-нибудь про жесткую сцепу, ты найдешь кучу, много, множество видео самых разнообразных, где будет одна и та же информация, вот классная штука, подцепил машину, подцепил на фракоп, и ты приехал, и все шикарно. Что, как работает, и принцип действия, ни хрена не понятно. Я когда смотрел, тоже мне было непонятно. Сразу отвечу на вопрос, который звучит постоянно, их основных два вопроса. Надежная ли эта штука, можно ли таскать ею машины, не оборвется ли у тебя ничего, и можно ли это все выполнить, сделать, повторить самому в гаражных условиях. Штука надежная, ничего у тебя не оборвется, и сразу говорю, что выполнить и сделать, повторить в гараже это можно. Но что, как и почему, давай разберемся более детально. Конкретно именно вот эта модель, это автосцепка Бай, производство Беларусь. Мне ее подогнали ребята из Беларуси, город Минск, за что я вам отдельно большая благодарность. У меня есть видео, где я перетаскивал свои корыца в виде запорожца, и копейки рокировал их местами. Про запорожец будет, видео клятвенно обещаю, но чуть-чуть позже. Первый самый главный вопрос, по моему мнению, актуален, это о надежности этой конструкции. Не оборвется ли у тебя тачка, и не въедет в кого-нибудь на встречке, там, или к тебе же в задницу, и так далее. Значит, вот эта вот штука, вот в сложенном виде, я специально ее вот здесь поставил, на сложенном виде. Если я ее попробую взять, ну, то есть я ее, естественно, могу поднять, но, поверь, дорогой мой зритель, это требует определенных физических усилий. Вот эта вот штуковина сама по себе тяжелая. Весит она примерно как две 20-литровых канистры с бензином. Если быть более точным, то вес готового изделия составляет 30 килограмм. Одним из важнейших параметров при создании этой жесткой сцепки был именно ее вес. Она должна быть максимально жесткой и надежной, но при этом ее вес должен быть минимальный, чтобы человек ее мог сам вытащить и поставить на автомобиль. Хотя, если подумать, один литр бензина при средней температуре в 15 градусов Цельсия имеет вес примерно 750 грамм. И 40 литров это как раз и будет те же самые 30 килограмм. Ну, плюс вес канистры. Если в пластике, то я сказал очень даже точно. Вся фишка в компактности. Я знаю, сейчас будут ржать разные люди, которые занимаются там перевозками. Типа, ааа, чувак-то ты лошара, да ты чё? Ты не можешь эту херню распустить что ли? На самом деле, вот именно в этих штуках заключается вся надежность и жесткость конструкции. Вот так конструкция выглядит в разобранном состоянии. Для того, чтобы подогнать под нужный автомобиль конкретно вот эти вот виллы, стропы, насколько они дальше, ближе расходятся, здесь есть пять отверстий и плюс по два отверстия в самой вот этой вот балке. То есть ты её на определённый угол сгибаешь и совпадает оно с болтом, ты вставляешь, ну и, собственно, всё центрируется. Вот. Закручивается с обратной стороны гайка, затягивается. Также ноги выдвигаются, удлиняются и вот они здесь, отверстия с этой стороны. Попадает всё это болтом, вот, по два болта и затягивается аналогичным способом. Вся сцепа готова. Надёжность. Первое. Я хочу вытащить вот одну ногу и продемонстрировать вам следующее. Вот она, нога вытаскивается. Значит, здесь стоят вот такие вот упоры, то есть которыми он упирается в рычаг в автомобиле. Вот эти вот упоры с этой стороны, внутри, они проварены внутри, то есть там вот этот вот флаг, флажок, он идёт вовнутрь. То есть не получится такого, что где-то сверху там оно оторвётся, раскроется, а труба и труба останется как раскрытая, как цветок. Момент второй, это тот самый самочасто задаваемый вопрос, насколько надёжна вот эта вот система. Потому что всё-таки есть динамика, торможение, разгон, поворот и так далее. Потому что здесь идёт цепь, и когда человек видит цепь, ну, в общем-то, это вызывает некие такие сомнения, либо опасения. Цепь, с виду кажущаяся обычной простой цепью, которую можно купить в любом хозмаге, но на самом деле это не совсем так. Производители цепи дают гарантию, что эта цепь может выдержать на разрыв до 2800 килограмм. А здесь в конструкции применяются две цепи. Любая система поломается тогда, когда в ней присутствуют разные люфты. То есть в одну сторону нагрузка есть, люфт выбрала, потом ты тормозишь, нагрузка в другую сторону, то есть опять вот этот вот люфт и так далее, так далее. Когда есть люфт и система жёстко закреплена, не имеет никаких эластичных элементов в своей конструкции, от этих вот мелких ударов произойдёт разрушение, в принципе, ну, любой конструкции. Если у вас будет танковая жёсткая сцепа, то у вас оторвёт, в конце концов, рычаг или фаркоп на автомобиле. Люфты. Вот здесь нужно остановиться поподробнее. Если нарисовать схематически. Та часть цепки, которая цепляется на рычаг. Рычаг находится вот в этом вот месте. Рычаги бывают самых разных конструкций. Есть штампованные, есть алюминиевые, есть стальные. Но в любом случае они имеют какую-то своеобразную геометрическую форму, которая, в принципе, на всех автомобилях разная. И к этому рычагу нужно жёстко закрепить цепку, значит, нужно сделать сзади петлю. Давайте рассмотрим несколько вариантов крепления. Первый вариант – это просто цепь без ничего, которая как-то огибает рычаг, и далее где-то болтом она крепится на самом рычаге. В таком соединении невозможно сделать жёсткое крепление, жёсткое натяжение. В любом случае цепь будет где-то немножко провисать, и будет люфт. Который недопустим, потому что люфт приводит к повреждению и потом разрушению всей конструкции, как самой сцепки, так и подвески автомобиля. Вариант номер два – использовать исключительно стропы. Если предположить, что мы пропустим стропу как-то за рычаг, и где-нибудь её здесь зафиксируем и натянем. В этом случае соединение уже будет иметь жёсткое сцепление, и никаких люфтов здесь не будет. Но такой вариант тоже не допустим, потому что с обратной стороны, где стропы будут проходить возле рычага, там будет трение стропы о рычаг, что очень быстро приведёт к тому, что стропы просто порвутся. Поэтому применяется комбинированное соединение. Когда за рычаг, какой бы формы он здесь неправильной не был, этот рычаг. Заводится, забрасывается цепь, а далее цепь уже зацепляется за сами стропы. Именно такой тип соединения позволяет выполнить два критических условия. Первое – это чтобы не было никаких люфтов, и вся конструкция была закреплена жёстко. Второе – это обеспечить наличие эластичного элемента во всём соединения, для того, чтобы при возникновении любых вибраций они гасились именно на стропах на эластичном элементе. При таком типе соединения автомобили крепятся друг с другом жёстко. Поэтому при трогании или торможении ты не ощущаешь никаких ни люфтов, ни рывков, ни переменных нагрузок. То есть, если какой-то люфт и появляется там где-то, то есть, вот как я показывал в видео, пересмотрите видео, как я там буксировал в Запорожец, копейку, то есть я всё закрепил, проехал буквально там метров 100-200, и остановился, и где-то надо было подтянуть, где-то подтягивать было не нужно. Но если бы даже я не подтягивал, вот этой вот струпы. Второй вопрос, который часто задают – это каким автомобилям оно подойдёт? Потому что много современных автомобилей имеют большой пластиковый бампер, который прямо вот свисает прямо перед колёсами. И есть такое мнение, что подобные конструкции невозможно применять на современных автомобилях, потому что вот эта вот часть будет просто упираться в бампер и его помнёт. Вот здесь тоже надо остановиться поподробнее. Давайте сначала я нарисую степку. Получился похож чем-то на змеюку. Некоторые ключевые моменты. Первое – крепление у колеса буксируемого автомобиля. Если смотреть на автомобиль сбоку, то часть нижнего рычага, которая проходит ближе к колесу, она находится значительно ниже, чем центр колеса, если представить, что вот здесь вот у нас колёсная ступица стоит, на которую крепится само колесо. Ну и здесь вот где-то идёт само колесо. При этом все бампера передние выполняются по примерно стандартной формуле, и они не свисают сильно вниз. Они заканчиваются примерно где-то вот на таком уровне. Другими словами, на любом стандартном автомобиле, который вы возьмёте легковой, вы можете поставить эту жёсткую сцепу, она встанет туда, как влетая один в один, и будет ещё довольно нехилый зазор между бампером и с жёсткой сцепой. Второй момент касается конкретно ведущего автомобиля. Дело в том, что фаркопы все выполняются с определённым стандартом. Если нарисовать фаркоп, допустим, вот он шарик, и вот он как-то подходит к автомобилю, здесь дальше идёт бампер. Его высота от горизонтальной поверхности, то бишь от асфальта, варьируется в пределах 350-450 мм. Именно такие параметры имеют все серийные автомобили с серийными заводскими фаркопами. Я сейчас не говорю за какие-то люфтованные джипы или самопальные фаркопы, я говорю о заводских автомобилях и заводских фаркопах. Другими словами, если взять два стандартных автомобиля заводского исполнения без каких-либо переделок, то жёсткая сцепка эта подойдёт на любой легковой автомобиль. Но другое дело, если фаркоп у вас какой-то самопальный, вы не учитывали вот этих вот параметров и он у вас либо слишком занижен, либо наоборот слишком задран вверх, тогда это уже другой вопрос. Между прочим, если предположить вариант буксируемого автомобиля с каким-то довольно серьёзным занижением, и если в каких-то моментах бампер будет касаться самой жёсткой сцепы, то сверху во жёсткой сцепе идёт стропа, которая натягивает всю систему. И бампер повреждён или поцарапан не будет. Ну и третий момент по надёжности – это всей конструкции. Если автомобиль, допустим, учитывать, что у вас закреплен нормально, вы всё сделали правильно, всё у вас подходит, нигде ничего не цепляет, на фаркоп всё оделось, всё отлично, в любом случае, надёжность конструкции зависит напрямую от вашего стиля, ну или манеры езды, как бы это смешно кому-то не показалось. Если вы будете ехать по пересечённой местности какой-нибудь грунтовой дороги и вваливать там километров 80, то я боюсь, какая бы жёсткая конструкция не была, в любом случае что-то где-то разболтается, в конце концов, у ведомого, у буксируемого автомобиля может что-то вырвать крычаг там, или как-то колесо повернётся на каком-то вираже, и его может кинуть в сторону, ну и, в общем, со всеми вытекающими обстоятельствами. Поэтому на это тоже нужно делать скидку, включать голову, и не значит, что жёсткая сцепа можно валить 160, и ничего тебе не будет. Ну и, естественно, как я и обещал, вопрос, можно ли сделать эту штуку самому. Естественно, можно. Ну, например, взять, купить на металлобазе трубу, там 60 на 50 толстостенную трубу, в этом нет ничего сложного. Или там купить вот эту вот штуку для фаркопа, тоже в этом нет ничего сложного. Вопрос здесь в другом. Можно сделать какое-то своё универсальное, своё какое-то универсальное приспособление, которым вы будете буксировать какой-то конкретный тип автомобиля. Ну, допустим, вы занимаетесь, там, я не знаю, жигулями, и вы для жигулей что-то делаете. Вот раньше, кстати, в Союзе были такие треугольники, жёсткие сцепы, которые, например, у дедушки Плисова такая есть для москвича, которая цепляется конкретно под бампер, под вот эти вот кругляки. И, в общем-то, вуаля, там она без каких-либо строп, без ничего, оно всё гремит, стучит, но, тем не менее, жёсткая сцепа работает, дёшево и сердито. Мы, кстати, с такой жёсткой сцепой тащили форт из Сертолова в Ропшу. Видео ссылки будут в описании, как то, о чём я вспоминаю. И для того, чтобы форт оттащить этой приспособой, мы специально притащили с собой сварку, сварочный аппарат, мы притащили заранее заготовленный уголок с приваренными ушами, и мы прямо на этот форт приваривали этот уголок, благо там было куда его приварить. То есть, ну, мы на это потратили, ну, сравнительно, ну, сколько, ну, можете видео посмотреть, ну, где-то пару часов у нас на это ушло, пока там удлинитель человек нам сбросил с окна и так далее. Всё это, ну, всё это было летом, на улице, в принципе, нормально, а если осень или зима, не очень весело. В данном случае приспособление позволяет сделать это быстро, то есть ты приехал, разложил, по ширине примерно подобрал, ага, вот так закрепил, зацепил, всё, ты на коне. У нас ушло для того, чтобы зацепить копейку и запорожец. Учитывая, что я первый раз это делал, у меня ушло где-то минут 20 на копейку и где-то минут 10 на запорожец, потому что я уже знал, как что оно должно быть. Второй вопрос, это конкретно изготовить все детали. Как я уже говорил, трубу купить на металлобазе, это, в принципе, не сильно сложная вещь. Вопрос здесь в следующем. Например, выгнуть вот так вот, выгнуть трубу. Ну, можно её, конечно, порезать, надрезать, согнуть. Ладно, это ещё можно. Пластина. Вот это вот, вот эти вот пластины, все нижние, верхние, уши, это всё 6-миллиметровая сталь. Можно, конечно, взять, там, типа, 3 листа по 2 миллиметра, сварить их между собой, но оно может быть всё каким-нибудь таким корявым и тому подобное. Вопрос в чём? То есть сделать это можно. Не вопрос, повторить можно что угодно. Вот эта вот жёсткая сцепа конструкция, это не просто 3 палки вместе как-то сваренные, как-то что-то где-то прикрепленное. При её создании было несколько вариантов прототипов, её испытывали самыми различными способами. Самое главное, что они добились того, чтобы конструкция была максимально надёжная и прочная, и при этом она была сравнительно лёгкая. И 30 килограмм для такой конструкции, в принципе, это немного. Если делать самому, и делать её прочно, и упрочнять её, чтобы она где-то не разъехалась и не порвалась, то она станет значительно тяжелее. Но если этого не сделать в противном случае, то вы рискуете попасть в какие-то серьёзные неприятности с ДТП, и это не просто метафора, это реальность. Вы можете получить качество и надёжность, именно гарантированное качество и надёжность, только у официальных производителей автосцепкобай. Потому что, к сожалению, были случаи, когда люди покупали что-то подобное, оно у них в дороге разъезжалось, рвалось, и потом выяснялось, что это, в принципе, была какая-то обычная гаражная подделка. Конечно, если есть свободное время и ради интереса, в общем-то, просто интересно эту штуку повторить, почему бы и нет, можно много чего повторить. Но вопрос другой, кому вот эта вот штука вообще нужна? То есть быстро. В основном, вот эта вот штука, я бы сказал, что она нужна, например, таксистам. Ну, не каждому, но хотя бы там одному, там, на 5 человек. Потому что, вот такси, я сколько ездил по городу, очень часто я видел, что одно такси буксирует на галстуке, ну, на шнурке другое такси. И все бы ничего, если бы не одно но. Для того, чтобы буксировать на шнурке, нужно 2 человека. И второй человек, который сидит сзади в машине, он может быть немного уставший, или в какой-то момент он может завтыкать, нажать на тормоз, ну, или ехать с очень маленькой скоростью по городу. Ну, в общем, вы понимаете, это неудобство. И один раз на шнурке протащить что-то куда-то, ну, в принципе, можно, но если такая потребность возникает постоянно, то вот такая вот штука была бы более предпочтительна, просто экономия времени, и самое главное, безопасность, чтобы тебе не въехала в задницу буксируемая машина. Потому что мне вместо моя копейка уже въехала, это сбило задний фонарь. Также я хочу показать ее с другой стороны, снизу. Обычно никто этого не делает, но мне, например, было интересно, я смотрел, сколько видео, мне все время было интересно, как она выполнена с другой стороны, и, увы, я не находил этого. Вот она, эта часть, здесь большая пластина вот этого вот крепления, она, которая крепит, вот именно, центрирует их в разные стороны, она выполнена только сверху. Снизу здесь исключительно вот эта вот силовая пластина. Ну и на первый взгляд может показаться, что это нарушение там жесткости и так далее, но я хочу вас заверить, что жесткость здесь абсолютно не нарушается, так как эти болты выполняют роль конкретно центровки, то есть и дополнительной опоры. Вся жесткость, вот оно, крепление здесь. К тому же здесь, с этой стороны болт вставляется не просто в просверленные какие-то отверстия, а здесь конкретно втулка вварена, которая обеспечивает жесткость, то есть ты когда его затягиваешь, оно не сминает трубу, оно именно его затягивает. Кстати говоря, здесь есть возможность тюнинга, то есть если вам нужно буксировать что-то очень специфическое, ну вот совсем что-то очень-очень специфическое, во-первых, можно здесь досверлить дополнительно отверстие, для того, чтобы она сходилась еще более узко, ну то есть максимально узко, это конечно, я не знаю, что можно буксировать, если ее вот так вот сложить. вот, ну что-нибудь может и можно буксировать, не знаю, какую-нибудь тачку, прицеп, еще что-нибудь, мотоцикл. Ну и точно так же отрегулировать по длине, если нужно вот эти вот вещи, то есть досверлить и сделать их короче. Но это такие уже тюнинги, спец какие-то вещи, то есть на легковой автомобиле большинство, подавляющее большинство, оно становится в том виде, в котором есть, без каких-либо подгонов. В общем, такой небольшой обзор универсальной жесткой сцепки от автосцепка БА, еще раз спасибо белорусам за подгон, в моем арсенале стало на одну полезнейшую штуку больше. В общем, все полезные ссылки в описании, ребята, которые производят жесткие сцепы, также видео, о которых я вспоминал, а у меня на этом все, благодарю за внимание.